Самого доброго утра, в самой позитивной стране Евросоюза. Ладно, просыпаемся. На сегодня две мысли, которыми хочу поделиться с вами. Шлессерс, тот самый парень и его партия, которые остановили закупку, внимание, на 220 миллионов евро. Новости. Как выяснилось, в договоре была прописана такая штука, о которой, видимо, Шлессерс не догадывался. Мало того, что закупка на 220 миллионов евро не обоснована, то есть оно завышено в разы коррупции, там еще стоит запятая и приписка, что возможно увеличение сделки в течение пяти лет на 50%. То есть 220 миллионов, там уже украдено столько, что, ну, я не знаю, ни один домик в Монако можно купить. Понимаешь? А мало ли что-то пойдет не так через пять лет, так у нас еще соточка будет сверху. Теперь смотри, комиссия, которая разбиралась и выясняла, откуда появилась сумма 220 миллионов. Кто виновный? Знаешь, кто виновный? Какой-то мужик один просто взял из толпы и ляпнул. То есть не группа экспертов, не группа какая-то комиссия, а просто один мужик сказал 220 миллионов, сказали, принято, подписываем. Все. И самое страшное, что это принцип, по которому сегодня работает наше государство. Полная некомпетентность. И между собой, родственнички, родственнички, друзья, 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 знакомые. То есть собралась вот эта мафия, не мафия, а собрался коллектив родственников, которые управляют этой страной. Напомню, что это развлекательный контент. Это, ну, мое сугубо личное, возможно, неправильное мнение. Теперь строительный картель. То есть выяснилось, что там цена была просто в разы завышена. То есть несколько компаний объединились, устроили эффективный конкурс, потому что опять какой-то знакомый сидел в дорожном управлении, и они завысили. А насколько завысили? А комиссия неинтересна. Ну, 40% завысили. А когда их поймали, какие-то уголовные дела, думаешь, начались? Нет. Они просто с этих 40% отдали 10%. Опять повторюсь, это непроверенная информация, я субъективно так рассуждаю. Не надо меня за это блокировать. Но это показывает уровень коррупции в этой стране. Это показывает и дает ответ на такой вопрос. Мы взяли столько миллиардов, почему мы такие самые бедные в Европе? При таком количестве миллиардов, вброшенных в экономику, это должна быть такая же богатая страна, как Монако. Ну, хорошо, утрирую, не Монако, но, по крайней мере, социальные обеспечения, такие как образование, полицейские, пожарные, врачи, должно было быть на уровне европейском хотя бы. Но оно не такое. И мы понимаем, что вот этот аппарат, он высококоррумпированный. Понимают это все политики, которые рвутся к власти. Там Сасканя, Рослика выбрать, Флесарсы, все. Все. Но когда они к этой власти приходят, они просто хотят возглавлять это и иметь эти сотни миллионов. Это единственная цель. И вот в этой каше мы варимся уже бог знает сколько лет. И виновный в ней именно ты. Именно ты. Потому что именно ты говоришь, что нельзя выходить на улицу, это ничего не даст, нельзя голосовать, это ничего не даст. И именно ты создал иллюзию, что это не твоя страна, а страна вот этой вот семейки, которая уже годами здесь управляет. А их настолько понесло, что они начали придумывать античеловеческие законы. Я имею в виду языки, памятники, депортации. И это уже похоже на репрессии каких-то там 36-38 годов. Тогда это мудро закончилось, тогда к власти пришел не диктатор, а тогда к власти пришел единственный человек, который любил Латвию, господин Ульманис. И он возглавил вот всю вот эту шайку, выгнал к чертям собачьим. И тогда Латвия какое-то время стартанула и начала дышать. Вот я тебе как строитель могу сказать, вот погуляй по Тейке, посмотри, дома, которые строились до Ульманиса, дома, которые строили в период Ульманиса, и дома, которые стали потом строить Советах. Вот все лучшее в Латвии, ну, одно из лучших, я не беру, конечно, дальний там югин стиль и так далее, но во время правления Ульманиса, оно было коротким, но Латвия получила такой виток развития. Я это вижу в архитектуре. А архитектура есть отображение общества на тот момент. К сожалению, нет у нас такого Ульманиса в Латвии, и это очень жалко. Вот это самое печальное. Он, наверное, еще не родился. Думаю, по какой причине, потому что все это происходит на веки смены поколений. Смена поколений, она раз в 40 лет. И раз в 40 лет ломается, меняется все. И, видимо, вот оно начало происходить, но этому еще лет 5-7, чтобы родился новый какой-то лидер. Но в данный момент я бы советовал не сидеть на жопе ровно, а начинать помогать рождению этому лидеру. Не называю я этим лидером ни Шленсерса, ни Росликова, это понятно, но в данный момент о лучших друзей Латвии я не вижу. Поэтому призываю тебя выйти на митинг просто своей единичкой поддержать, сказать, что я хочу перемен. Именно перемен. На сегодня все. С вами был Владимир. Всем пока. И доброго утра. Субтитры сделал DimaTorzok